Добрый день дорогие друзья, сегодня мы поговорим о такой интереснейшей теме, которая касается процесса доказывания в суде первой инстанции, но мы поговорим об этом и в последующих инстанциях, и она касается непосредственно предмета доказывания и его маскировки от противоположной стороны. И конечно же мы говорим о том, что предмет доказывания у нас содержится непосредственно в исковом заявлении, у нас предмет доказывания содержится в качестве обстоятельств, которые непосредственно изложены в возражениях на исковое заявление, он может содержаться в уточненном заявлении, в встречном исковом заявлении, в возражениях на них, и конечно же содержатся его элементы непосредственно в правовой норме, которая будет применяться к данным правоотношениям. И итоговый предмет доказывания у нас в соответствии с законом на стадии подготовки дела к судебному разбирательству устанавливает суд. И судья несет ответственность за правильность установления предмета доказывания. И конечно же, когда мы об этом говорим, то сама правильность установления предмета доказывания это большой-большой вопрос для судей. Это сложное, сложнейшее процессуальное действие, которое требует применения всех знаний и опыта. И конечно же, изложение этого предмета доказывания в соответствующем определении суда о подготовке дела к судебному разбирательству с распределением времени доказывания это достаточно непростой процесс. И даже если все очень хорошо расписано, там не все так просто понять лицу, который, к примеру, не сведущий в юридических вопросах, в юридической практике и так далее. Поэтому, дорогие друзья, если вы когда-нибудь читали, к примеру, обзоры судебной практики Верховного Суда, то человеку, который первый раз с этим сталкивается, вроде бы, как один мне сказал человек, говорит, вроде бы все слова, смысл понятен, а общий смысл ускользает. Поэтому, дорогие друзья, при использовании юридической терминологии, сложного понятийного аппарата при описании и установлении действительности-недействительности тех или иных правоотношений, предмета доказывания в них, очень часто возникают у сторон ошибки восприятия и так далее и тому подобное. Поэтому их нужно использовать в свою пользу. И если другой стороне не совсем понятен предмет доказывания, то не нужно ей разъяснять, не нужно строить, делать вид, что вы, скажем так, знаток всезнайка и с чувством превосходства. Я просто был свидетелем таких картин, когда одна сторона другой разжевывает, в чем они неправы. Зачем? Если как раз ваша позиция должна заключаться в том, чтобы доказать неправоту другой стороны и свою правоту. И доказывать вы будете это профессиональному суду, который все это понимает. И соответствующим образом не нужно разжевывать другой стороне, в чем их неправота. Не нужно им разжевывать. Зачастую необходимо при доказывании того или иного предмета запустить в процесс несколько ложных целей. К примеру, там где не имеет правового значения, к примеру, по договору дарения, у нас имеют значение при его оспаривании только некоторые моменты. То есть, действительная воля сторон, было ли это добровольная воля изъявления, не было ли это мнимая притворная сделка и так далее. Правильно, да? То есть, здесь, к примеру, не имеет отношения о том, что когда-то кто-то плохо выражался и так далее. Но иногда, указав так мимоходом о том, что, а вот другая сторона, не раз были замечены в каком-то неправильном поведении со стороны соседей. И вот человек, противоположная сторона, уже начинает доказывать, что он человек хороший, что личность у него прекрасная, что отношения у него с соседями изумительные, что жалоб на него никогда не было, что это наговор, оговор и так далее. И он начинает доказывать те обстоятельства, которые к предмету доказывания не имеют никакого абсолютно отношения. И это очень часто можно использовать. Я не говорю о том, что вы должны кого-то обманывать и так далее. Нет. Маскировка предмета доказывания просто означает, что вы не должны показывать свою излишнюю осведомленность в том или ином вопросе. И не давать оружие в руки вашим противникам в суде. Поэтому, дорогие друзья, конечно же, здесь необходимо для того, чтобы использовать этот прием, четко знать и понимать, какой предмет доказывания и какие обстоятельства, какими средствами доказывания вам нужно доказать. Вы должны видеть свой путь, вот эту тропинку, по которой вы идете к судебному решению, целиком и полностью. И понимать, что точно такая же тропинка проложена и вашими противниками. Но вы не должны им показывать. Вы должны им показать несколько ложных тропинок. Пусть они по ним идут. Пусть они по ним пытаются доказать те обстоятельства, которые не будут иметь значения для дела. Пусть они тратят свои процессуальные силы, процессуальную энергию. Пусть они не увидят то, что в процессе действительно подлежит процессу доказания. Кто-то мне скажет, что это что-то такое немножечко непонятное. Это очень понятно любому маломальски грамотному юристу, когда к нему приходит человек для того, чтобы подготовить апелляцию, касацию и начинает рассказывать обо всем, кроме тех обстоятельств, которые имеют значение для того, чтобы предмет доказывания был доказан и чтобы победить в процессе. Про все человек расскажет, абсолютно про все, что не имеет значения для дела правового. Нарисует кучу картин и так далее. Дорогие друзья, и вот это зачастую, когда ваши противники так себя ведут. Пусть они доказывают, кто там с кем знаком, кто кого знает и так далее. Какие были обстоятельства, какие они хорошие люди и так далее. У нас правовое значение имеют совершенно другие обстоятельства зачастую. И маскировка предмета доказывания, она используется, многие преступники об этом знают, и государственными обвинителями, потому что там тоже бывают достаточно сложные предметы доказывания по уголовным делам. И я, когда поддерживал гособвинения, тоже сталкивался с самыми разнообразными ситуациями, когда преступники не понимали, в чем состоит предмет доказывания. Там не нужно доказывать свою добросовестность, там нужно доказывать отсутствие состава или события преступления. И не нужно показывать зачастую свою преступную осведомленность и так далее и тому подобное. Поэтому, дорогие друзья, эти же приемы, они работают и в гражданском процессе. Всегда старайтесь так, чтобы нужно свое поведение процессуальное и документы, которые вы готовите для суда, готовить таким образом, чтобы суду, который является профессионалом и осведомленным в этих вещах органом, должностным лицом, судьей в конечном итоге, ему все будет понятно. Но делайте так, чтобы другой стороне не был понятен, как наблюдится этот предмет доказывания. Пускайте их по ложному следу, по ложным целям. И пусть они не доберутся до сути дела, не поймут, что нужно доказать в конечном итоге. Не в каждом деле это возможно. Зачастую иногда очень простые предметы доказывания. Но и в простых предметах доказывания тоже есть свои нюансы. Вот это, дорогие друзья, то, о чем хотелось поговорить. Это один из вопросов тактики процесса доказывания в судебном заседании. Если вам необходима, дорогие друзья, какая-то практическая помощь, консультации, подготовка исков, апелляции, касации, обращайтесь. Всегда с удовольствием поможем в составлении на достаточно хороших условиях. Удачи вам в ваших делах. Счастливо.